МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, начнем с того, что мы заканчиваем 236-й сезон. И я очень рад, что наш театр, несмотря на свой глубокий возраст, остается молодым. Придумываются разные проекты, придумываются разные спектакли. Мы уже в этом году выпустили три премьеры, что для Большого театра это такой хороший темп. И сейчас у нас впереди ремонт планшета. Ремонт планшета – это означает, что мы не сможем играть спектакли на основной своей площадке. Увы и ах, хотя зритель сейчас ходит в театр. Был придуман новый проект, который сейчас ставится, который репетируется. Небесталанный режиссер Юрий Печенежский. Вы его знаете по постановке «Двенадцатая ночь», по постановке, которая пользуется спросом, молодежный, музыкальный. И мы пригласили его поставить утиную охоту вампилову, но в необычной обстановке, в нашем декорационном цеху. Это тот цех, где расписываются декорации, где пишутся большие задники, где работают художники. И вот там будет спектакль под самой крышей театра. Это будет, знаете, я очень надеюсь, что это будет интересная постановка, и точно она будет интересна зрителю, даже потому, что это как бы театр изнутри. Совсем другое понимание, совсем другое ощущение. Мне кажется, вот это новшество, действительно новшество для нас. У нас не было спектаклей, которые были в необычной обстановке. Что касается других новшеств, мне бы хотелось бы отметить такую вещь. У нас появился спектакль. Я даже не знаю, как правильно назвать. Спектакль, промендаты, экскурсия. Это такая бродилка, не бродилка, не знаю. Ну, в общем, появился спектакль, который проходит по закулисью театра. Ну, и по закулисью, и по зрительской части, по всему театру. Спектакль, ну, давайте так скажу. Эта тема давно была востребована. У нас постоянно были обращения к нам, что просим вас ходить куда-то на экскурсии. Иногда мы это делали, но это все равно были такие точные вещи. Сегодня у нас есть уже более такой продукт, назовем это так. Этот спектакль был создан совместно с продюсерским центром Местодействия. Люди ходят в наушниках, с ними ходит проводник. Люди поют, люди слушают, люди представляют. Я не хочу раскрывать всего. Скажу так, билетов не достать. Билеты расходятся буквально... Вот мы выставляем пять спектаклей, за сутки билетов просто нет. Сейчас вот в мае опять... Сегодня, наверное, будем выставлять. Думаю, что это тоже вот разойдется буквально за сутки. Новая вещь, абсолютно новая вещь. И это направление, я думаю, мы будем еще развивать. Вот вы сказали, что во время променада этого закулисья люди будут ходить в наушниках. Насколько я знаю, в театре закупили оборудование для слабослышащих. Да. Это немножко, конечно, другое оборудование. Это специальное оборудование для тех, у кого есть слуховые аппараты, для тех, у кого нарушение слуха. Это государственная программа. В театре пробросили специальную петлю во всем зале. И в любой точке зала можно с оборудованием для слабослышащих смотреть спектакль и слушать полноценный звук. Впереди лето, сезон отпусков. А как люди театра проводят межсезонье? Ну, отпуск у нас тоже есть. Знаете, это такая... Мы на самом деле много работаем летом. Это так кажется, что театр закрывается. Во-первых, сейчас люди перестали, как раньше, знаете, летом в театр не ходят. Уже вот последние несколько лет в театр летом ходят. Но, как я уже сказал, у нас будет ремонт на основной площадке, поэтому будем показывать на малой сцене, будем показывать вот этот проект в декорационном цехе, будем проводить экскурсии свои, свой спектакль экскурсии. Мы будем гастролировать. Мы уезжаем в Таганрог в июне месяце. Мы будем участвовать в фестивалях. И уже где-то 10-15 августа мы выйдем из отпуска. Мы в этом году чуть сдвинули отпуск пораньше. Выйдем. И я думаю, что мы начнем прямо сразу после выхода из отпуска начнем показывать спектакли. Давайте поговорим о вот этих вот гастролях. Поедете в Таганрог с какими постановками? Мы поедем в Таганрог со спектаклем «Час тишины», «Доходное место», «Царевна лягушка», «Поворот». В основном это, знаете, либо комедия, либо прямо такая глубокая классика. Назовем так. Но Таганрог очень театральный город. В Таганроге ходят на спектакли и приезжий, и местный, и наш театр. Мы дружим давно с Таганрогом. Мы вот считали 12 лет мы дружим с Таганрогом. Не все 12 лет, конечно, мы каждый год переезжаем друг к другу там, но часто. И при этом интерес к Рязанскому театру драмы в Таганроге очень высокий. Мы всегда работаем там на аншлагах. Это здорово, это красиво. И мы вообще по Ростовской области много работали. Но Таганрог самый любимый, наверное, наш город. Вы сказали, что будете принимать участие в фестивалях. В каких? Точно известно, что мы едем 19 мая в Тамбов на фестиваль, единственный фестиваль, кстати, в стране, который актерский. Это Рыбаковский фестиваль, где награждается не режиссер, не театр, а награждается именно актер. Выбирается лучший актер России этого года, лучшая актриса. Там есть премия. Мы не первый раз едем на этот фестиваль. И у нас были наши актеры удостоены там награды. Я надеюсь, что в этот раз мы едем в Женитьбой. Надеюсь, что тоже получим награду, конечно же. Сейчас мы попали уже в лонг-лист фестиваля Каледа Плейс. Надеюсь, что все-таки тоже поедем. Это в июне месяце в Екатеринбурге Николай Каледа проводит свой фестиваль. Там не только его произведение. Сразу хочу опередить вопрос. Там не только его произведение. Но наш спектакль «Баб Шанель» вот вошел в лонг-лист. И надеюсь, что поедем уже точно. Впереди майские праздники. Соответственно, не все поедут за город. И наверняка это будет прекрасная возможность для рязанцев как раз-таки отдохнуть от работы и посетить театр. Мы работаем, да. Мы в майские праздники работаем. У нас там и спектакли на малой сцене. И мы покажем последний спектакль на основной сцене 2 мая. Никто не идеален. Это будет прощание с спектаклем. После этого спектакль будет уже списан. Мы последний раз его будем показывать. И на этом спектакль «Большой формы» в этом сезоне у нас закончится. Уже все. Больше спектакля «Большой формы» не будет. Только малый. Мне коллега рассказывал новый спектакль над зрительным залом. Что это? Это вот и есть вот этот спектакль в декорационном цеху. Это вот как раз над зрительным залом в декорационном цехе находится. Он практически той же площади, что зрительный зал. То есть это огромное помещение само по себе. Ну там немножко, конечно, потолок не такой высокий. Но это такой же вот по объему помещения. И там вот и будет происходить прямо спектакль. И зритель будет сидеть тоже на этой же площадке и смотреть спектакль. В августе вы вернетесь с гастролей. Начнется новый сезон. Что планируете в новом сезоне показывать? Мы откроем сезон «Матросской тишиной Галича». Это будет 20 сентября. Мы открываемся. Это очень серьезная вещь. Очень вещь, как вам сказать, семейная, философская. И это вещь, которая в том числе ставится у нас как такая юбилейная и бенефисная роль Юрия Михайловича Борисова. Артиста, которого многие любят, на которого многие ходят. И это будет его прямо его роль. Это новый спектакль? Абсолютно. Да, это будет премьера, конечно. Это будет премьера. Вот так что 20 сентября это будет открытие сезона, премьера. Сделаем прям анонс на майские праздники. Дорогие друзья, пока мы еще не закрыли 236-й театральный сезон, мы вас ждем на майские праздники и вообще в первой половине мая. Мы ждем вас прежде всего на спектакль «Никто не идеален» 2 мая. Вот то, что я уже говорил, это прощание со спектаклем. Это последний раз. Это всегда стоит посмотреть, потому что больше его не будет. Я танцую как дебил у нас будет 6-7 мая. Тоже очень любимый такой зрительный спектакль. Там всего 84 места. Поэтому я даже не знаю уже остались ли билеты, честно скажу, потому что они расходятся очень быстро. Молодежная вещь очень хорошая. Конечно, мы ждем на историю любви на малую сцену, на двое в поле на малой сцене. Приходите, мы будем рады. Спасибо вам большое за беседу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok